Но это не единственный, хотя и очень важный инструмент. И мне просто в силу моей жизни пришлось и повезло, можно сказать, достаточно близко сотрудничать как издателю и как ученику с такими людьми, как Кен Вилбер, Станислав и Кристина Гроуф, Арни Меминделл, Майкл Мёрфи, если брать зарубежных метров, основателей транспарциональной психологии, духовных учителей, деятелей искусства, и с некоторыми у меня очень близкий контакт, потому что я сам тоже и кинорежиссер, и надеюсь скоро всех вас пригласить на премьеру своего четвертого фильма «Сад душ. Врата во внутреннюю вселенную», где затрагиваются очень важные вопросы, связанные с избавлением от ограничений и слепоты, в которую мы неизбежно попали в силу незавершенных переходов в нашем историческом развитии, в результате которых образовалась вообще мировая слепота и тень, и достаточно зашоренность во взгляде на все, и что, собственно говоря, является источником большинства наших проблем, и косвенной причиной того, что существует громадный социальный заказ и на психотерапевтов, и на коучей, и на экспертов по навигации по жизни и решению важнейших проблем. И вот из совокупности, собственно говоря, этих тем и возникает вот моя сегодняшняя презентация. И для того, чтобы в этом разобраться, нам нужно, ну, некоторый взгляд такой, большой взгляд на эволюцию на планете Земля, и особенно на человеческую эволюцию, и понять некоторые особенности, почему вот эта 20-миллионная гонка эволюционная, это, собственно говоря, история возникновения человека, привела к тому, что именно хомо-сапиенсы стали победителями этой гонки. Ну, сперва некоторый общий взгляд. Существует эволюция неживого, и, согласно современным представлениям, его финалом является возрастание энтропии и тепловая смерть Вселенной. Ну, на простом языке, все предельно становится однородным, имеет одинаковую температуру, нету никаких материальных различий. Это общий закон развития материального мира. А вот развитие живого, совершенно другой закон, это возрастание негантропии, внутренней сложности, связности вплоть до высшего уровня, абсолюта, духа, сверхсознания, бога человечества. И возрастание живого связано всегда с самого первого живого на клеточном уровне, с возрастанием внутренней сложности, многоаспектности, системности. И для поддержания этой сложности и передачи ее нам необходимы системы материальных, социальных и культурно-цивилизационных опор. Ну, то, что для человека мы могли бы назвать, следуя миром Мардашвили, органами сознания. И вот для этого процесса мы, собственно говоря, в человеческой эволюции и создаем инструменты эволюции. И в живом мы выделяем растительное. Растительное использует энергию солнца для расщепления углекислого газа на углерод и кислород, и тем самым создает кормовую базу для животного мира. А вот животное, оно использует растение как вещественный, и в широком смысле кормовую базу, созданную растениями, как вещественный ресурс, но получает энергию жизни через дыхание. Процесс дыхания заряжает митохондрии, аккумуляторы живого. И они присутствуют в каждой клетке. И, собственно говоря, от энергии митохондрии и осуществляется вся наша жизнедеятельность. Эта энергия трансформируется, существуют внутренние трансформаторы. Ну, символами или метафорическими представлениями этих трансформаторов энергии является чакровая система, скажем, в йоге. Вот это различные уровни маршрутизаторов и трансформаторов энергии. Но исходная энергия через дыхание и зарядка митохондрий. Итак, вот смотрите, из Википедии. Это древо человека. Когда-то, вот 16 миллионов лет, произошло разделение на Пангине и Хаминае. Потом 8 миллионов лет отщепились из этого древа гориллы. И позднее уже 6 миллионов лет назад расщепление на человекоподобных и шимпанзе. Вот это такое первое крупное строение. Более крупно, смотри, 10 миллионов лет назад возникли затем от шимпанзе австралопитеки. И дальше уже вот около 2 миллионов лет назад ветви Хоума появилось. Давайте более крупно посмотрим. Вот мы видим форенсийский человек, яванский человек, то есть пятикантроп, и синантроп или пекинский человек, тупиковые ветви. А вот здесь вот от человека умелого, хабилос, появляется эректус. Да, человек промоходящий. И прямые, и передние лапы освободились от необходимости поддерживать тело и смогли заняться чем-то еще. Они стали руками. И этими руками создан весь мир, в котором мы живем. Вот принципиальное отличие. То есть материальные органы приобрели другие функции. Не только, что называется, продолжение жизни, работа с кормовой базой, но и построение, созидание этого мира. Давайте следующий слайд более крупно посмотрим. Ну, это на русском языке перевод. А вот следующий слайд – последние 600 миллионов лет эволюции. Гельдербейский человек, тупиковые ветви. Мы видим Денисовский человек, Неандертальский человек, Гомона Леди. И вот они, сапиенцы. 300 миллионов лет появились сапиенцы со всеми ветвями. И коренное отличие сапиенцев состоит в нескольких фундаментальных вещах. То есть, смотрите, сапиенцы – вот это ветви – человек умелый, человек гельдербейский. Потом сапиенцы. Дальше – хомо фабер умелый, хомо люденс играющий, хомо деус божественный. Ну и дальше – реносстансный человек научный, хомо трансендус, человек эволюционирующий, человек реальный. И, наконец, финальная стадия эволюции, которой я пока вижу – это человек свободный. И вот если мы посмотрим на эту эволюционную тенденцию развития уже человечества, то важнейшими закономерностями перехода на новый уровень является все больше и больше преображение тела и отношений мира в органы сознания, в инструменты эволюции, которые становятся опорами для более высокого уровня внутренней сложности, в меняющемся мире. Вот такая наиболее масштабная картина человеческого развития. У меня есть более подробные таблицы, где по разным линиям развития я это дело расписываю. Там тип общества, ведущий стратегический ресурс, тип человека – это и всевозможные революции. Сейчас нет времени на этом останавливаться. Вот такой первый мазок – общая картина эволюции живого и человека. Что здесь главное? Что нам нужно понять для того, чтобы осознать важнейшие инструменты эволюции, навигаторы нашего времени? Нам нужно понять, что движет нами, то есть какова энергия эволюции. Причины и условия формирования автономного внутреннего пространства – это характеристика человека. И особого отношения в этом пространстве, то есть способности объективировать и управлять. Нам нужно понять механизмы сохранения и развития внутреннего пространства в сложном, меняющемся мире. Ну и, конечно, типичные эволюционные ловушки и тупики, и как с ними работать, как их избегать, как их преодолевать. И мне кажется, что ключ к пониманию эволюционной успешности сапиенсов лежит в четырех главных практиках, которые стали уже заметны 50 тысяч лет назад. И они создали всю современную структуру жизни и основу наших навигаций по миру. Ну, это прежде всего шаманизм, то есть мир Щелиада назвал это архаичной технологией экстаза. Это вселенная духов. Весь мир живой, все имеет свою душу, и в экстатических состояниях, выйдя из плена обычного восприятия, мы, шаманы, можем с этими душами говорить и привносить все ресурсы от всех душ, от всего мира в нашу жизнь, использовать. Это важнейшее эволюционное преимущество сапиенсов над всеми остальными. Дальше. Пещерное искусство, которое появилось тоже примерно 50-40 тысяч лет назад. Есть обширные исследования этой темы, есть собрания в одном томе всех известных произведений пещерного искусства. И это первый зафиксированный способ выражения внутреннего мира в объективных предметах, картинах. И, соответственно, я, выразив это в картине, становлюсь предметом, объектом контакта для других людей. И это основа возникновения консенсуса. Внутренний мир становится объектом. Для него находятся обозначения слова. Возникает общность пространства. И этому помогает следующее важнейшее отличие сапиенсов – вербальный язык. Современные антропологические исследования показали, что только у сапиенсов присутствует развитая гортань, необходимая для высокой и сложной артикуляции. У неандертальцев такой гортани нет. Значит, они не умели общаться так, как сапиенсы. И хотя отдельный неандерталец или денисовец был значительно сильнее и обладал более крупным мозгом, чем сапиенсы, сапиенсы вместе образовывали намного более успешные группы. И могли преодолеть больше трудностей и любого неандертальца или денисовца. Это один из, конечно, источников успеха в эволюционной гонке. Ну и, конечно, четвертый факт – это древнейшие погребения, которые появились тоже около 50 тысяч лет назад. До этого люди не хоронили своих умерших. После этого стали хоронить везде. И не только хоронить, ориентируя могилы по сторонам света, но класть в могилы драгоценные одежды. Представьте, сколько ресурсов было затрачено на изготовление одежды примитивными орудиями труда в то время, 50 тысяч лет назад. Клали орудия охоты. И это свидетельство первого и важнейшего факта заботы о ближних. Первая – забота о своих. И второе – это расширенная картина мира. После физической смерти жизнь не кончается. И создание карт по дальнейшей посмертной жизни. Вот фундаментальные причины, я думаю, успешности, эволюционной успешности хомо сапиенсов. Следующий фрагмент, который нам нужен. Я буду модель для сборки из разных элементов показывать вам, как строится современный эволюционный навигатор. Это понимание той силы, что движет нами. Древние называли эту силу кундалини, прана, ци, шакти. Греки называли эросом. В более ближнее время – Дарвин. Помните, в своей первой эволюционной теории называл ее борьбой за существование, побеждать сильнейший. Фрейд называл эту силу либидо, энергия секса. Юнг – энергия индивидуации. Рай, харгон и так далее. Виктор Франкль – «Воля к смыслу», Ницше – «Воля к власти». Философы говорят о смысле жизни. В бизнес-круга говорят, что ничего не сделать без миссии и предназначения. И в очень многих исследованиях внимание сооттачивается на ценностях, установках, потребностях, смыслах, пассионарности, семантических матрицах, этосе жизненной силы и так далее, и так далее. То есть мы видим, что эта тема силы, что движет нами, вот той структуры, в которых она работает, занимает действительно ключевое место в исследованиях и в поисках человечества на протяжении всей ее истории. И понять смысл этой силы и ее направления мы можем через внимание к феномену вопрошания. Как известно, ребенок, начав говорить, уже в возрасте трех лет задает 500 в среднем вопросов в день, бомбардируя вопросами зону ближайшего развития, то есть взрослых. Он хочет знать, а это что такое, а это что такое. И Мартин Хайдегер задал вопрос о смысле вопросов или вопрошания. Что мы ищем, спрашивая? Ну, естественно, мы спрашиваем, мы ищем реальность, мы ищем знание о том, как оно есть. И наше вопрошание, наше любопытство, наш поиск открывает нам направление той силы, что движет нами. Она у нас, людей, движет нас к реальности, к сути реальности, к абсолюту, к тому, что есть все. Вот наиболее ключевое и общее направление силы, что движет нами всеми. Она имеет тысячи имен. И вот следующий важный шаг в понимании этой силы был сделан Юнгом и его отчасти последователем, отчасти и в большей степени великим исследователем мифологии Джосефом Кэмпелом. Юнг первый вел представление, во-первых, об архетипах коллективного бессознательного, как научную теорию. А во-вторых, он первый обратил внимание в гуманитарных науках на героя, как важнейший архетип. Это вот в его первой книжке «Либидо и его метаморфозы и символы» уже присутствует. Вот архетип героя привлек внимание Юнга. Но только в 1949 году в своей работе «Тыщеликий герой» Джосеф Кэмпел собрал квинтэссенцию исследований Юнга, представивших первоначально семь основных архетипов. Он показал, как эти архетипы взаимосвязаны, взаимодействуют и развиваются благодаря энергии героизма. И представил 17 стадий героического путешествия, а также показал, что эта структура, которую он назвал мономифом, мы можем найти в любой мировой мифологии. Он прекрасно знал всю мировую мифологию, все традиции. И вот сам факт того, что все мифы, независимо от народов, от истории, от континентов, имеет одну и ту же структуру, говорит об универсальном характере человеческой жизни, универсальном характере картографии. Потому что мифы, которые появились в дописьменную эру и были квинтэссенцией человеческих знаний, были устными навигаторами по жизни, передаваемые главные знания о том, как вести себя в самых сложных ситуациях и преодолевать их. Поэтому мономифы или путешествие герой – это древнейший навигационный инструмент человечества. Это квинтэссенция знаний о мире. И Юнг открыл архетипы, а Кэмпелл показал действующий навигатор по жизни. И это дало право Кэмпеллу утверждать, что мифы – это не только о древних греках или римлянях, или египтянинах, мифы – это о нас с вами. И это, конечно, способствовало тому, что Джордж Лукас адаптировал идеи Кэмпелла в «Звездных войнах» в первом фильме. И затем с его легкой руки учение Кэмпелла о путешествии героя стало основой сценарного мастерства сперва Голливуда, а потом вообще и всего мира медиа. Сейчас все телепередачи строятся по модели путешествий героя. Пишутся романы, делаются тренинги и так далее. И известные мастера генеративного коучинга Дилсы Гиллиген во всем мире проводят семинары на эту тему. Вот это базовое представление Кэмпелловское о путешествии героя, которое имеет в таком сущностном смысле три акта. Начало, середина и конец. И все, что имеет начало, имеет конец. Вот эту трехактную структуру мы можем... Это вот Кэмпелловская оригинальная иллюстрация из Тысячеликого героя. Мы можем найти, по сути, во всех наиболее известных книгах по искусству сценарий. Вот я очень кратко их перевел. Сида Филда, Роберта Макки, Кристофера Воглера, Майкла Хога, Линды Сигер, Джона Труби. Я, как профессионал, тоже этим занимаюсь. Но в основе, если мы посмотрим исторически, нужно воздать историческую справедливость, это работы Владимира Пропа, морфологическая схема волшебной сказки, где была 31 стадия волшебной сказки. То есть большая детализация у Кэмпела только 17 стадий. Но все-таки Владимир Проп не обладал таким энциклопедическим знанием и широким видением всего фольклора, всех навигационных карт мира. И поэтому ему не хватило масштаба. Вот второй строительный блок. Путешествия героев, архетипы, героизм, силы, что движет нами. Первое, мы помним, это эволюции, основные законы эволюции. Это инструменты эволюции, органы сознания. И перейдем к третьему важнейшему блоку. Это карты, карты мира и карты внутренней территории. Карта Фрейда известная, айсберг сознания. Сознание, подсознание и бессознательное. Карта Юнга, то есть следующий важнейший шаг. И там выдвинулся индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное. Первичные прообразы, управляющие психической энергией. Вот важнейший взгляд Юнга. Ну и, соответственно, из этого там все его главные идеи об индивидуации, связи, психологии, алхимии и о психотерапии. А вот это вот уже карта Грофа, итоговая. Из последней книжки его, которую вот я только что издал, энциклопедия внутренних путешествий, путь психонавта. Это венец исследований Грофа. В центре этой карты мы видим четыре базовые перинатальные матрицы. Дальше личное бессознательное и обычное сознание. А ниже трансперсональное бессознательное и архетипические измерения. Вот этот фокус, видите. Четыре базовые перинатальные матрицы, которые являются ключом к входу в трансперсональный мир и в истинное состояние. Не пережив травму рождения, говорил ранний Гроф, мы никогда не сможем идти дальше. Правда, ранние концепции Грофа были привязаны, слишком привязаны к биологическому процессу рождения. Об этом я чуть попозже расскажу. А теперь обращу ваше внимание на некоторую детализацию важности архетипов, которые образуют самый глубинный уровень души, ну и, соответственно, нашего восприятия. Для обычного человека архетипы невоспринимаемы. Мы не можем иметь с ними прямой контакт. Они предстают в обертке, в упаковке символов, метафоров, слов, предметов искусства. Но энергия архетипа недостижима для нас. Она скрыта защитными механизмами. И эти механизмы связаны с незавершенными переходами, то есть с травмами эволюционными человечества. И таких незавершенных переходов несколько десятков. И они образуют разные уровни сокрытия, пелены, мешающие нам стать реальными, проникнуть на уровень архетипов. И поэтому, конечно, для того, чтобы достичь архетипов, то есть стать реальным мастером искусства, мастером духовных традиций, мастером знания, нам нужно проделать очень большую внутреннюю работу. Своего рода я называю это 12-м подвигом Геракла. То есть очистка авгиевых конюшен бессознательного. Это работа многомерная. Это работа и философская, и концептуальная, и энергетичная, и психотерапевтическая, и автобиографическая. То есть она имеет много измерений, потому что нам необходимо синтегрировать все богатство архетипов. Вот в качестве примеров сейчас, к сожалению, нет возможности это разворачивать. Великие художники всегда работают и творцы на уровне архетипов, сущности, энергии архетипов. Ну вот Юнг в большей степени интеллектуально, конечно, работал. Алехандр Ходоровский, мастер, второй великий кинорежиссер, работал как творец искусства. И его книга «Психомагия», его романы, например, «Альбина и мужчины-псы», и его фильмы гениальные «Святая гора», «Танец реальности», «Бесконечная поэзия» и его концептуальный фильм «Психомагия» недавний, они выражают сущность того, как мы можем работать с архетипами на языке искусства. Я считаю его творчество величайшим путеводителем для любого мастера искусства. И, наконец, третий образец работы с архетипами – это Джозеф Кэмпелл и Станислав Грофф. Они дружили, близко знали друг друга, с колоссальным уважением относились к открытиям друг друга. Я проясню это чуть-чуть попозже. И вот для того, чтобы работать с архетипами напрямую, нам нужно восстановить свою связь со всей человеческой эволюцией, воссобрать себя. И только действительное переживание и постижение архетипов и дает нам ключ к энергии глубине, к воссобранию себя и к управлению собственной эволюцией и развитием. И, соответственно, если мы коучи, если мы эксперт по работе с бизнес-организациями, с проблемами, с конфликтами, только тогда, когда мы проделали эту работу, мы получаем в свое распоряжение фундаментальный, архетипический, перинатальный, я бы сказал, ключ к развитию и решению проблем. Я расшифрую чуть попозже сейчас, что это означает. И в трансперсональной психологии, наверное, в картографии Грофа центральное место занимает представление о травме рождения и структуре четверицы, то есть четырех базовых перинатальных матриц. У раннего Грофа они трактовались им самим как четыре пространства базового импринтинга, первичного человеческого психологического опыта, связанного с четырьмя фазами родов. То есть дородовое существование в амниотической жидкости, потом вторая матрица – сжатие, но родовые пути закрыты, третья матрица – раскрываются родовые пути прохождения, смерть и возрождение, и, наконец, четвертая матрица – новая жизнь. Вот четыре фазы, четыре фундаментальных архетипа, которые присутствуют не только у человека, но и у шимпанзе, у горилл, у тигров, слонов, крыс и так далее, потому что мы все рождаемся из лона. И четыре фазы родов, четыре архетипа – это дочеловеческие универсальные архетипы и первичное знание о жизни, о том, как рождаться, как решать проблемы, как преодолевать трудности, как завершать любые процессы. И, повторяюсь, только контакт с этим знанием на архетипическом уровне, не концептуальном, не семантическом или символическом, дает нам способность реально решать любые жизненные проблемы, связанные с ростом и развитием. Вот сам рисуночек Грофа, обозначающий четыре фазы родов. Теперь, что же мы отпираем, какие замки, какие проблемы решаем с помощью этого универсального архетипического ключа, и что препятствует этому? Я говорил, что незавершенные переходы. В интегральной теории развития Кена Вилберна это обращается особое внимание, о том, что именно незавершенные переходы и образуют разрывы в нашем развитии. Они являются тем, что стаскивает нас постоянно, не дает развиваться дальше. И вот здесь первичные травмы человечества я в одной табличке представил. Там предыстория, разрыв хомо с семьей живых существ, затем раскол в ветве хомо, и, наконец, хомо сапиенсы. Дальше важнейший третий переход – это разрыв с шаманизмом и язычеством при переходе к мировым религиям. Обращу на это особое внимание, потому что 40 тысяч лет назад мы жили во шаманской вселенной, вселенной духов, и стали за 40 тысяч лет универсальными всеволновыми приемниками. Наши нейросети, наше тело, наш мозг, нервная система стали совершенной опорой такой жизни и такой практики, контакта со всеми ресурсами. Затем, примерно 5-10 тысяч лет, мы жили во вселенной высших существ-богов. Совершился эволюционный более высокий переход, появился новый ресурс – посевное земледелие, и, соответственно, намного большая популяция, появилась письменность, язык, культура, новая материальная вселенная и, соответственно, новые высшие опоры – боги. И связь с богами была одним из главных ресурсов знаний и решения проблем. И затем, в первое тысячелетие до нашей эры, появились мировые религии. Это подробно описывает Карл Яспер в своей знаменитой книге «Истоки истории и ее смысл». Вот в эти 800 лет до Христа появление основных мировых религий и при переходе к мировым религиям главная характеристика – это открытие абсолюта внутри. Бог внутри меня, суть внутри меня, Христос внутри меня, сознание Будды внутри меня, я есть Бог. И мировые религии и стали вот теми новыми навигаторами по достижении абсолюта в своей жизни, в себе. И это, безусловно, высшая эволюционная ступень, но в некоторых мировых религиях, в частности, в монотеистических религиях, которым принадлежит иудаизм, христианство и ислам, в силу очень сложных исторических обстоятельств в Европе в начале нашей эры возникло искажение вот этого изначального послания и потенциала вот этих новых навигаторов по реальности. Ну, как известно, в 353 году император Великой Римской империи Константин сделал своим указом христианства государственной религии Великой Римской империи. Римляне были язычники, и они стали христианами, но Римская империя трещала по швам. Не буду вдаваться, были многочисленные внутренние причины, и внешние причины, то есть полчища варера со всех сторон захватывала и атаковала. И принятие христианства было одним из инструментов спасения империи, то есть нового видения, создания новой высшей цели, нового, более мощного навигатора, и таковым христианство и являлось. Досяжение абсолюта, безусловно. И абсолюты все. Но в силу того, что римляне тоже были варварами, христианство стало инструментом борьбы с варварством, как внешним, так и внутренним. И отношение к язычникам, внешним врагам, было перенесено на внутренние враги. И представьте себе, что 50 тысяч лет назад мы формировались как всеволновые приемники, а здесь с принятием христианства нам стало разрешено концентрироваться только на одном избранном канале связи с реальностью или с абсолютом. Только одна версия абсолюта, монотеистическая. В этом нет ничего плохого, потому что абсолют как единый – это фундаментальный тренд познания мира. Но когда единое становится единственным, а затем единственно верным, а именно такова скорбная история христианства в Европе, она теряет свой смысл, потому что единое вбирает в себя все. В едином нет никакой ереси, ничего, что единому не принадлежит. Но если это становится единственным, а затем единственно верным, то появляются неверные вещи, появляется ересь, появляется иное, появляется неправильное, появляется избранность, которая становится сперва отрицанием, границей, а потом враждебным отношением к язычникам, а затем и демонизирование всего шаманского и языческого. То есть это становится… Мы тем самым отрезали себя как христиане при обмерщании мистического христианства, как навигатора по жизни до мирского, как инструмента государственной власти и борьбы, до урезанной версии себя и восприятия. Вот так появилась общечеловеческая европейская тень. То есть тень ограниченной восприятия. Мы оставались всеволновыми приемниками, принимающими все сигналы мира, но разрешали себе видеть, одождествляться только с избранным каналом, а все остальное мы стали проецировать. Это же есть, это мы воспринимаем, но это не мы. Мы стали проецировать на других. На других религий, на другие народы. Вот так раскололся современный мир. Так произошло сужение внутреннего пространства. Так появились, соответственно, все современные темы, связанные с развитием, с безумием, с психотерапией, с преодолением. И так была создана, собственно говоря, та ситуация, с которой мы все работаем. Потому что и коучинг, и психотерапия – это помощь человеку в преодолении границ, ограничений, в которых мы живем, теми или иными способами. И сама проблема роста возникает только тогда, когда мы ограничены, когда мы ущербны. Вот поэтому я обращаю особое внимание. Ну и четвертый пункт в виде взаимоотрясания мировых религий, религиозные войны, конфессиальные разрывы. Дальше все это продолжается. Внутри мировых религий, разрыв традиционных религий и новой религии, наукой, потому что это тоже путь к абсолюту, только объективный путь к абсолюту. И так далее. То есть это в конечном счете источники современных ситуаций и современной ситуации, в которой мы все живем. Потому что когда в 1053 году Константинопольский патриарх и Папа отлучили друг друга от церкви, прокляли, перестали упоминать, в богослужениях образовался тотальный разрыв между Восточной и Западной Европой. Колоссальное недоверие. И в этом источник современной русофобии, современных войн и современных конфликтов. И пока мы это не преодолели, а преодоление означает восстановление связи. Поначалу визионерское, на уровне видения, а затем конкретное. Восстановление связи со всей человеческой историей, со всеми смыслами, со всем язычеством, всем шаманизмом и так далее. Только став целыми, только завершив незавершенный эволюционный переход, вернув в себе все смыслы, связанные с величайшими проектами движения к абсолюту через мировые религии, мы можем поправить и исцелить современную ситуацию. Вот повторяется все, что не сделала. Это я вам уже сказал. Ну, у меня нет возможности, я смотрю по времени, детально говорить о различии российского культурно-цивилизационного проекта, который, ну, символически обозначается русской идеей, великолепно выраженной в философии общего дела Николая Федорова, то есть воскрешение всех мертвых. Это есть метафора для восстановления связи со всей историей, всей эволюцией. И в наибольшей степени из всех современных культурно-цивилизационных проектов это представлено только в российском культурно-цивилизационном проекте. Потому что Россия – уникальная страна, которая на протяжении тысячелетий представляла из себя эволюционный котел, в котором перемешивались и взаимодействовали все ключевые навигаторы и мировоззренческие инструменты. То есть на Западе – это католическое протестантское христианство, на Севере и в Сибири – староверы, в Сибири – шаманизм, на Юге – буддизм, даосизм и ислам, включая мистический ислам, суфизм, то есть и трансцендентная связь с индуизмом. Потому что Арии – это именно древние прославяне, которые 3000 лет до Рождества Христова переместились из пространства между Волгой и Доном на территорию Центральной Индии. Язык трансформировался и стал санскритом. То есть вот такая связь. И эта связь характерна только для России. Ни одной страны мира такого фундаментального цивилизационного опыта не существует. Это в нашей крови, в наших костях, в нашем языке. Поэтому я думаю, что России суждена вот эта великая миссия и создание современных инструментов по решению самых глобальных проблем. Мы можем пользоваться открытиями, сделанными гениями во всем мире, но только мы можем довести их до конца, потому что это у нас в крови. Мы это можем. Мы знаем как. Нутром знаем. Значит, вот в западном англосаксонском или, если выразить одним словом, колониальном культурно-цивилизационном проекте внешний мир, третий мир России рассматривается как ресурс, который потребляют и уничтожают, куда выбрасывают свой хаос. А в российском культурно-цивилизационном проекте существует гармоничный, не ассимилирующий взаимоотношения со всем окружением и со всем миром. Вот какова большая картина. Здесь тетралема, моя тетралема мировых религий или серединный путь к абсолюту. И если мы помним открытие Нагарджаны от серединного пути, величайший только серединный путь является самым быстрым путем к абсолюту, к просветлению, мы понимаем, что любое представление любой мировой религии как высшего или уникального пути к абсолюту является ошибочным. Если мы говорим, что только буддизм или только индуизм или только даосизм или только иудаизм или христианство, мы пропали. Нам век абсолютно не достичь. Нет возможности подробно раскрывать эту тему. Просто вот в этом слайде я это отмечаю. И вот теперь мы можем вернуться к назад, вот к этим основным блокам, которые я наметил, нового навигатора по реальности, которым мы можем обогатить спиральную динамику и придать ей больший практический смысл этому важнейшему инструменту. Он связан прежде всего с моим открытием трех классов героических путешествий. Поначалу я все как последователи Кэмпела переносил представление о 17 стадиях мифическом путешествии на всю жизнь совершал эту гигантскую ошибку. Но потом я понял через различные нестыковки, что существует на самом деле три класса героических путешествий, соответствующих трем измерениям или уровням нашей жизни, которые были картированы еще 50 тысяч лет назад в шаманизме. Это нижний мир, средний мир и верхний мир. И, соответственно, три класса героических путешествий. Это мифические путешествия, классические путешествия, Кэмпла, это экзистенциальные или человеческие путешествия, и это духовные путешествия. И для каждого класса у нас существует... Ну, я не буду раскрывать множественные источники. Вот итоговая схема трех классов. Смотрите, для каждого класса у нас существует свой смысл, свой результат, своя структура, своя энергия и свои первоисточники. То есть, это действительно три разных класса. И если мы понимаем все на языке только кэмпловского мифического путешествия, мы совершаем очень большую ошибку. И эту ошибку совершает большинство современных гуманитарий, включая глубоко уважаемых Дилса и Гиллигена, которые по принципу Копи-Каст транслируют пионерские открытия Кэмпла, расширяя их на те области, где они уже не работают. Вот это мое разворачивание более детальное, следующее, к чему я пришел. И это заняло у меня три класса. Я впервые к пониманию пришел в начале 2000-х годов. А вот новое понимание, уже расширение экзистенциальных путешествий созревало достаточно долго. Это заняло примерно 15 лет. И связано это было с тем, что развивались гуманитарные знания. Не было в мире достаточно развернутых гуманитарных знаний и развития. И только по мере того, как развивалась спиральная динамика, наэтическая динамика, интегральный подход, холотропный подход и многие другие гуманитарные дисциплины, я смог собрать основные направления и шесть классов экзистенциальных путешествий. То есть это развитие вверх, широко известное, и к этому принадлежит в основном инструменты спиральной динамики, и большинство из интегрального подхода Кена Вилбера. Это очищение препятствий или путь целителя, избавление от препятствий к развитию. Это работа с отношениями, хорошие люди. Это выражение, то есть героическое путешествие творцов. Это реализация во внешнем мире бизнесмены, политики и так далее. И это путь равновесия Канатоходцы. Вот подробно описанных мною скоро выйдет книга шесть основных видов экзистенциальных путешествий, которые все имеют свой смысл, результаты, структуры и энергии и так далее. Дальше... Дорогой, при всем уважении, насколько я понимаю, время... Две минутки тогда, очень быстро. Значит, вот это дальнейшее, я развернул мифические путешествия на индивидуальные путешествия, и здесь мы видим множество подходов и инструментов, и архетипические путешествия, то есть не только Кэмпл, но и много других замечательных людей. И, конечно же, в мире духовных путешествий существует тоже очень много. Я опирался на работы Роджера Волша, Кена Вилбера, Станислава Грофа, Арни Минделла, Майкла Мёрфь, я всех хорошо знаю. И вот такая сборная карта современных духовных путешествий. Вот в итоге, в итоге я выразил это и в своих курсах, и в своем эволюционном кинематографе. И вот, собственно говоря, здесь на одной картинке я и представил так называемые архетипические ключи к развитию и управлению конфликтами. Мы видим, что это карта, универсальная карта развития, к ней принадлежит и спиральная динамика, это архетипы четырех перинатальных матриц, и это героизм как основная энергия жизни. Я описал, хоть и конспективно, но основные пространства. Ну и, конечно, вот пять направлений персональной эволюции, четыре направления, межперсональной, доперсональной, трансперсональной и внеперсональной измерении. Ну и в заключение так провокативно я хочу сказать, что если вы думаете, что спиральная динамика основной ключ карты и навигатор к современному миру, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Нам нужно идти дальше. Дальше. И вот я предлагаю задуматься вот над теми перспективами, которые я только что показал. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир. К сожалению, у нас не осталось времени для вопросов.